Приветствую дружное сообщество технарей С вами я, Усинжу 66 Вспомнится в теме Макарыча, нашего форумчанина Ремонт в квартире дочери Я упомянул, что мне тоже выпала Сия тяжелая стызя Жена надолила сделать наконец-то Ремонт в последнем оплоте в зале Ну и в свете сложившихся обстоятельств Освободившегося места Сынули решил начать самостоятельную жизнь Было принято решение броситься под танки И бюджетными средствами Как можно быстрее свалить эту задачу Итак, что было сделано? Ну, силами сторонних организаций Было установлено пластиковое окно Пластиковый балконный блок Одинарный Ибо балкон у меня застеклен Также был натянут натяжной потолок Матовый белый, без изысков Для них я не люблю Ну, все остальное пришлось сделать Своими Очумелыми ручками Главную сложность Составляли Стены На удивление от штукатуры Они были достаточно ровно Даже обшпаклеваны Но главная беда состояла в том, что Штукатурили видно в мороз И вся штукатурка отошла И поэтому бухтела То есть стену можно было встать посередине Надавить руками И слышно, как она вся дышит Срубать ее Было практически нереально В жилой квартире И как потом показала Дальнейшая работа Слой ее составлял Где-то от сантиметра До четырех с половиной В дальних местах И поэтому мне пришлось Пойти на хитрость Была взята коронка Для подрозетников Алмазная И дрелью Насверлило порядка Пятисот отверстий Ну, как крепят пенопласт То есть коронка высверливалась Отверстие до кирпича Блинчик отзанимался Потом все это дело грунтовалось И замалывалось моим любимым перфиксом Монтажным клеем Для листов гипсокартона Держит он мертво Даже втягивает с себя стену Кто клеил гипсокартонный перфикс Кто знает, о чем я говорю Она получается немного такая волнистая Потом все это дело было быстренько Отшпаклевано Как можно меньше Всяких ошкуриваний Зашкуриваний не проще Потому что пылище это приносит Кто это делал Также это знают просто неимоверно Поэтому в жилой квартире Заниматься шкурением Это не реал Углы Примыкания и прочее Я тоже не эстет заниматься всем этим Тем более все, что стоит Потом будет не видно Углы за шкафами, за стенками Поэтому особо не изгалялся Маяков не ставил Вот так, на глазок Чтобы было более-менее ровно То есть тратить на это время силы и деньги Мне совершенно не хотелось Но потом были поклеены Виниловые обои Которые я тоже очень уважаю За скорость, ширину Брысел две полосы Метр готов Тут надо сказать, что размер комнаты Порядка 27 квадратных метров Высота потолков была 3 Сейчас с натяжными толками Как-то стало чуть пониже Ну то есть у меня ушло полных 6 рулонов 10-литровых обоев Метро шириной Сейчас не могу вам их, к сожалению, показать Но остался кусок от одного образца Как бы панны такая снизу Чуть больше листа газеты Ну и верхняя часть такая, скажем С рисунком а-ля Венеция Ну там осталось кусок побольше Ну порядка, наверное, полутора квадратных метров С полами я тоже решил поступить Просто стяжка тут приличная Не идеал, конечно Не зеркало Но достаточно ровно Вот она, на удивление, не бухтела, не скрипела Так была подмазана плиточным клеем Однотречная середина Ну и брошен Такой полукоммерческий линолеум На войлочной основе Ламинат я не люблю из-за того, что он все-таки стучий Достаточно жесткий А я предпочитаю ходить босиком Если ему они нет Этот линолеум такой мягкий, пухлявый Замечательно убирает при том шум Толщина его 4 миллиметра Толстый защитный слой Как они пишут, покрытие Лак Стойкий К ножкам и роликам мебели Ну а дальше Все по плану Дешевенькие Плинтуса Пластиковые Которые я тоже любил за скорость Быстроту Установки Ну и в принципе За намеченные сроки, которые я устанавливал для себя Порядка 200 рабочих человек и часов За 2 месяца я справился с этой задачей То есть выходные законные 2 выходных в неделю Ну и по вечерам По паре часов после работы Часик, кстати, 9 до 11 возник Все это было сделано Раньше, когда с нами жил сын То В комнате была еще установлена Еще одна стенка Прибалтийского производства Волх, по-моему, там не извиняй фаней Что я смог прочитать на упаковке Вот вы сейчас видите Этот остаток стоит в арке Шкафчик Последний Эта стенка стояла как раз Поперек комнаты От приблизительной арки До стены Как бы отгораживая Комнатку сына Там стоял у диван Компьютерный столик В принципе кресло, шкаф Свободная стена Там порядка 4.30 Сейчас было принято решение Установить Тоже такие бюджетные Из магазинов Шкафы-купе Вместительные На удивление Жена предлагала Глупую стенку То есть Вставить вместо комодника Еще один шкаф Потому что вещей много Что самое удивительное Как мы обрастаем этим хламом, ребята Его просто уже не подозревать Но он мне показался Не слишком мрачный Поэтому я Такой дизайнер-стилец Предложил Установить Между шкафами Вот такой комодер Который мне, правда Пришлось пилить На 2.5 см По ширине Ибо он не входил Между Шкафами Но и получилась Вполне такая Достаточно Приличная Композиция Подаренная лет 20 назад Кем-то ваза Великолепно Писалась Там Дизайн По фактуре своей Под венецианские обои Из остатков стенки Которая На удивление До этого Пережила 4 переезда И 1 пожар Жена Гладила Пионерский Галстук В 3. Классе Я состряпал Себе Вот такой Вот Небольшой Компьютерный Столик В горку Туда Наконец-то Установил Всю свою По большей части Самодельную аппаратуру В колонке В колонке Вега Все Здесь первая подделка Устилителя ТДА 2050 Справа В компьютерном блоке Стоит Сат Нака 4495 В корпусе От Ведика Устилитель ТДА У них вот этот Мордаский Такой Двойной Мона По 150 Ватный канал С 3-мя Трансформаторами Колонки Конечно Стоят Не по фэншую И не там Где мне бы Хотелось Но Ладно Хоть с этим Жена Согласилась Ну вот Технарей Думаю Такой Видео Отчетик Может быть Будет кому-нибудь Интересен До встречи Ваш Урфинг Жуз